Субтитры делал DimaTorzok Мы остановились в жопе, мы в жопе, были просто какие-то двеймерские руины по названию Мзюн Челфт, так они назывались, это было что-то очень дикое, ну как дикое, мы ходили очень долго, то есть мы практически всю серию там провели и мне это очень сильно не понравилось, хотя профи-то мы там вообще никакого не нашли, но зато было весело, единственный плюс во всем этом, то что было весело. Еще надо выйти из строя, потому что начинается, да, вот это вот начинается, надо выйти быстрее. Мы убили огромную тварь, огромнейшую просто тварь, руины Кинз, так, какие-то... Ну, заходить мы сюда не будем, наверняка входа, кстати, нету, адепт. Можно попробовать. Было сложно, могу сказать только то, что было сложно и... там нас пару раз чуть не убили. Ой. Да блин, почему не открыл, не открыл-то. Нас пару раз чуть там не убили, причем не убил это огромный... Блин, как же называется? Двеймерский... Я вот не помню, как он называется, чувак этот. Ну, он мощный, он очень мощный. А еще мне не нравится, что я хожу в траве, и у меня 15 FPS. Ну, да, 20. Ой, давайте выйдем, я сюда уже, а из травы-то, трава-трава-трава. Кстати, мы дошли? Это, это, это... Нет, это не похоже на морфу, кстати. Ой. Нифига, как красиво. Ай, травообразов... Подождите. Да ладно, там, этом... У меня атакует краб. Слушайте, это морфой. Ну, что-то мне не верится, что это... Это реально? Это, то есть... В смысле, это реально? Не, мы не дошли еще. Мы еще не дошли. Это около, видимо, у него. Какая-то деревня у него. То есть, что угодно может быть, но это... Я могу сто процентов сказать, это не морфу. Или морфу. Вот, кстати, всегда было интересно, морфу или морфу. Блин, какой же красивый Скайрилл. Почему до этого, вот до этого всего не додумались разработчики? Почему? Почему вот это вот, вот это, это мод? Вот это все, вот это вот, дерево даже, это мод. Вот эта белая хрень, это тоже мод. Вот этот, снег, это тоже мод. Вот это вот, это зе... Ой, это же. Мой кузен борется с драконами. И когда же начал. А мне что досталось? Вот это вот, вот эта земля... Слушайте, это реально морфу. Это тоже мод. И вот это вот хрень, это тоже мод. Вот это лампа, даже это мод. Чу, мне наверняка не с тебя ездить, моему. Это что-то вот в Скайриме такое. Так, хорошо, если там... Морфал, это... Я не знаю, просто, как правильно называть, я неправильно это делаю. Поглядывай в небо, будь на стороне. Так, хорошо, товарная есть здесь какая-нибудь? Чё это за чей-то дом какой-то? Если дом какой-то обычной семьи... Будь поосторожнее, морфал опасное место. Да, это обычный дом. Почему мне дают заходить в эти дома, и при этом ничего не делают мне? Я просто бедный человек, когда надо как-то жить. Если бы мог, я бы уехал из морфа. Проклятая война отняла у меня. Так, чё у нас? Приходилось. Морфа, да, это... Короче, можно считать, что это таверно. Надо не будет найти работу сейчас какой-нибудь... Надеюсь, что... Чё-нибудь больнее сейчас, чё-чё-чень было. Ладно. Предложить мне особо нечего. Но если хочешь переночевать на сухой постели, я могу сдать тебе комнату. Тут иногда на дом сгорел, что случилось? Дом Крогера? Там недавно произошёл ужасный пожар. Так жаль его жену и ребёнка. Их крики разбудили полгорода. Большинство горожан теперь даже не приближаются к пепелищу. Боятся этого проклятого места. Как он чувствовал пожар? Крогеру утверждает, что огонь пошёл от очага. А некоторые говорят, что Крогер сам поджёг дом. С женой и дочерью внутри? Так говорят. Видишь ли, он теперь живёт с Алвой. И переехал он к нему на следующий день после пожара. Как-то неправильно съезжаться с новой любовью через день после того, как твоя семья сгорела заживо. И само собой они не могут доказать, что он их убил. Конечно, нет. Но наш Ярл хочет знать наверняка, виновен ли он. Возможно, даже заплатит, если удастся что-то выяснить. А-а-а, ладно. Комнату мне. Хорошо, она твоя, Надя. Я покажу тебе твою комнату. Да не показывай, я сейчас сам зайду. Так, шесть у нас вечера, я так понимаю. Пьем до этого вечера. Ну не утро, точно. Давайте часов. Если десять. Мало. Давайте двенадцать. Хотя в шестероте темно, наверное. И Ярл нету. Ну не важно. Мы нашли квест. Прикольненько. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Если надо будет, я его накажу. Чувак, я эту. То есть, не, ну вообще... Возвращаемся к Холмусу. Очень похоже на убийство. Так, мне надо что, значит. Жена-ребенок Хрогера погибли в загадочном пожаре. Сразу после этого Хрогер взял Аллу в сожительницу. И весь город уверен, что пожар построил он сам. Ярл может заплатить мне за расследование этого дела. Прикольненько. Хаймон Холл. Блин, из-за того, что у меня там интерьер все изменены немножко. И там все вот эти вот освещения, вот это все. Это, блин, конечно, немножко портит, что там на English. Но мне пофигу как-то на самом деле. Ярл Итгар Чёрная. Говорят, ты ищешь кого-то, кто расследовал бы недавний пожар? Пожар в доме Хрогера? Его жена и дочь погибли в огне. Теперь мои люди думают, что это место проклято. Что я могу возразить? Что говорит Хрогер? Хрогер винит свою жену в том, что она пролила медвежий жир в очаг. Но многие думают, что он сам поджег дом. Зачем он поступает так со своей семьей? Похоть может толкнуть на жуткие поступки. Пепелище еще не остыло, а он уже обручился с Алмой. Почему вы его не арестовали? На основании слухов и сплетен? Нет. А вот ты, чужак, можешь попытаться узнать правду. Осмотри пепелище, которому остальные даже боятся приблизиться. Порасспрашивай местных. Если ты докажешь его вину или невиновность, я награжу тебя. Судьба в твоих руках. Сейчас посмотрим. Так, посмотреть, да, где это было? Хорошо, надеюсь. Да, все шикарно. Ого. Кто там? Это ты, отец? Лол. Кто ты? Я Хельги, но папа говорит, что мне нельзя разговаривать с незнакомцами. А ты незнакомец? Хрогер твой отец? Ты его знаешь? Он сделал для меня мою любимую куклу, но я ее потеряла. А ты точно не незнакомец? Нет, я друг. Что случилось в вашем доме? Я проснулась от дыма. Было очень жарко. Мне стало страшно, и я спряталась. Потом стало холодно и темно. И мне больше не страшно. Но мне грустно одной. Ты со мной поиграешь? А тогда ты скажешь, что поджег дом? Ладно. Давай сыграем в прятки. Если ты найдешь меня, я тебе все расскажу. Только мы должны дождаться ночи. Другая тоже играет, а она выходит только ночью. Какая другая? Кто она? Я не могу сказать. Она может услышать. Она совсем близко. Если ты отыщешь меня раньше, я все скажу. После наступления темноты. 8 утра. Это сколько мне втыкать-то надо? Ну, давайте вот... Ну, 7 вечера вроде. Или ей прям ночь нужна. Ладно, ей ночь нужна, видимо. Ну, 12 вот. Ровно. Что мне искать тебе надо теперь? Привет! Ну, темнота как бы, ночь там нет? Или как? Давайте еще час подождем. Хиги, ты где? Ой. Я думал, можно по этим штукам ходить. Вау. Вот это красота. Так, а где она может прятаться-то? Она мне даже область не обозначила. Это сгорящий дом. Я даже, понимаете, я даже не знаю область, где она может прятаться. То есть, в дома заходить мне и не заходить. Наверное, не заходить. Как нелогично. Там, может, у меня на скалу надо забраться. Тут вот не очень понятно мне. Можно еще повтыкать немного. Ой, 6 это много. Вот, 3 часа ночи. По-любому уже должна быть где-то. Такая, знаете, ищи меня. Где, неважно. Она может быть, знаете, там, вон там. Где-нибудь вот здесь. Да, я вниз вообще хочу. Ну, блин, я не знаю, где ее искать. Ой. Это я случайно сейчас сделал вообще. Делал с хумоушеном другую. Красавая вообще. Вот где вот она может быть? Вот мне же даже вот... Не обозначили вообще ничего. Наверняка как бы, ну, пределы морфа, я не знаю. Но на сколько эти пределы? Непонятно же. А вот здесь я ее не найду сейчас. Тут недавно сгорел дом. Что случилось? Не к добру говорить об этом месте. Хотя Ярл как раз ищет кого-нибудь, кто не слишком суеверен. Дурака ищет, если спросишь меня. Не знаю. Не, никакой информации. Только представь. Подорвать целый... Не к добру говорить об этом месте. Хотя Ярл как раз ищет кого-нибудь, кто не слишком суеверен. Скажи, что все это будут говорить сейчас. Где мне эту девку искать? Она же может быть где угодно. Туда повыше забраться. Девка. Ты где? Так, хорошо. Давайте тогда еще повтыкаем немного. И допустим, я вот ее не нашел. Не могу ее найти. Может, ничего не дарод скажет. Не к добру говорить об этом месте. Ладно. Только представь. Не к добру говорить об этом месте. Ты кто? Ты любишь магию? Фолеон говорит, я быстро учусь. Я изучаю магию. Мама с папой давно умерли. Теперь обо мне заботитесь. Вот как вот ее искать? Что-то какой-то бред, если честно. Что мне еще повтыкать постоять? Не знаю, просто реально какой-то... Вот непонятно, да? Получается. Я даже не знаю, где ее искать. Может, она под мостом будет существовать? Ну, давайте тогда еще повтыкаем. Ночь опять подождем. Это сразу долго будет. Не, это слишком много. Часиков 14 хватит, наверное. То есть, получается так, что она такая, типа, ты меня ищи. Я тебе не скажу, где. Типа, ты никогда не узнаешь, где я буду сидеть. Ну, вот ночь. Ну, она не под мостом. Ладно, хорошо. Как искать, где искать? Девочка. Девись передо мной, я не знаю. Говорят, Хроггар сжег свой дом ради тебя. Мне так повезло, что у меня есть мужчина, настолько преданный мне. Ладно. Доброго дня. Не, может, ну, я распряталась. Девочка. Ты, может, где-то там появишься уже. Яру. Не знаю. Вот. Просто не знаю. Нечего бездель. Подсказку дайте хоть какую-то. Может, что, она куда-нибудь наверх забралась, я не знаю. Уда, я его тебя цветом убью. Какого хера сейчас был? Опа. Да ладно, детский гробик, вы посмотрите, я нашёл её. Какого хера? Охренеть, вампир. Вы нашли меня. Лалетта тоже пыталась меня найти. Но я рада, что вы нашли меня первыми. Лалетте велели сжечь мамочку и меня, но она не захотела. Она хотела играть со мной всегда-всегда. Она поцеловала меня в шейфу, и мне стало так холодным, что огонь даже не обжигал. Она мертва. Лалетта думала, что смог взять меня к себе, но не смогла. Она вампирша. Я забрела. Я хочу поспать. Она мертва. Лалетта мертва. Так, подождите. До встречи. Какой до встречи? Расскажи мне о своей жене. Я думал, что она ушла к братьям Буре. Ах, моя бедная Лалетта. Она вампиром была. Да и её ухода, в её поведении не было ничего необычного. Она стала проводить много времени с Алвой. А ведь ещё за неделю до того, она её просто презирала. Кстати, ту ночь, когда она исчезла, она должна была встретиться с Алвой. Алва мне потом сказала, что она так и не пришла. Я так и не попрощался с ней. Похоже, она всё-таки встретилась с Алвой. Ты думаешь, что Алва... Но это значит... О, боги. По-твоему, Алва вампир? Нельзя исключать такую вероятность. Нет, ты ошибаешься. Это не может быть правдой. Лалетта, наверное, утонула в болоте. Я не верю, что Алва как-то замешана в этом. Ты никогда не докажешь это ярлу. Я надеюсь, что Алва не такая, как ты говоришь. Вот, поверьте мне, ребята. Особенно мужик этот. Что я найду все доказательства. Все. Я почему-то уверен, что она вампир. Потому что... Ну, были вот они. Аля, это вампир, я ехерел. Такой думаю, что вот вампир делает. Упс. А как это взломать? А, я знаю, надо повтыкать немного. Вот здесь вот. То есть, получается, это Алва... Это... Да... Алва, короче, вообще злодейка. Туда главное. Ой, а че-то сладует такое. Ой, нет, ошибочку, извините. На, здесь все равно зломать надо. Давайте сохраним, все от меня не видит. И опа. Самый легкий замок в мире сейчас был. Че-че-че-че-че-че-че-че. Я думаю, не особо ничего за это не сделают. Ой. И книгу, и деньги. Все, просто все уберем. Так. Эх. Эх. Из гроба вылезал. Посмотрите на это. Тут что-нибудь есть? Да. Хватит. Я отдаюсь. Я отдаюсь. Что ты... Что творишь вообще, женщина? Дневникала моя жизнь никчемна. Где же... Принни... Что спасет меня? Где же принт, что спасет меня? Где мой отважный военный? Что несет меня на руках? Сегодня, собирая ночные цветы, я встретил мужчину. Он... Оборожительный какой-то особенный. Мы целовались подву. Ну, это было так романтично. Этой ночью... Я снова с ним увижусь. Теперь я познал истинный цвет ночи. Молор показал мне истинную тьму ночи и истинный багрень с кровью. Он пообещал мне кровавое пиршество. Если я выполнил поручение в морфоле. Хрогора было несложно соблазнить. Семья Хрогора. Ну, понятно. Она устроила. Я доказательства нашел. Наверное, Хрогора немножечко расстроится. Если узнает, что я случайно убил его жену. Ну, как случайно? Она на меня напала? Мне пришлось как-то отбиваться. Всё, оказалось намного запутаннее. Чувач-ва? Чё, стой, ближай. Стой, стой, ближай. Чё ты сказал мне? А что не так с Юриком? Мой брат, чувствитель. Ему трудно на чём-то долго сосредоточиться. Мы возили его в храм кинореты в Вайтране, чтобы летние убедились, что он здоров. И они сказали, что всё в порядке. Ты направляешься в Вайтран? Можешь отнести это письмо жрице Данике? Это записка о здоровье Юрика. С радостью помогу. Спасибо. Да, ну. Дом подожгла Алва, это она убийца. Алва? Не думала, что она на такое способна. Вообще-то она вампирша, она хотела поработить весь город. Тебе есть чем подкрепить свои слова? Нельзя же бросаться обвинениями, не имея веских доказательств. У меня с тобой не никого. Значит, это правда. Вот ведь вероломная дрянь. Морфол у тебя в долгу. Держи. Я обещала тебе награду за расследование этого дела. Но мне всё ещё нужна твоя помощь. Морфолу до сих пор угрожает опасность. В дневнике упомянут Мовард, старый и могущественный вампир. Мы думали, что он уже сотню лет как уничтожен. Я соберу отряд крепких воинов, чтобы вы очистили логово Моварда. Они будут ждать тебя снаружи. Ну ладно. До встречи! Ну а этим мы с вами займёмся уже в следующей серии. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.